Я являюсь оператором площадки Москва для фестиваля Русской Актурии. Фестиваль Русской Актурии в этом году злужен и впервые на Русской Актурии. В этом году открыта площадка Москва для фестиваля Русской Актурии, в рамках которой рассматривается лучший гастрономический бренд России и проходит шеф-баттл «Русская каша. Мать нас». Сегодня здесь на площадке замечательной, новой, высокоаборидованной, высокотехнологичной площадке проходит шеф-баттл, где соревнуются 10 шеф-поваров из разных регионов, и от Якутии до Смоленской области. Шеф-повара готовят каши по столинным рецептам. По результатам их работы будет определен победитель, который, в общем-то, станет победителем шеф-баттл «Русская каша» и получит награду от фестиваля Русской Актурии. А они предварительно отбирались, вот эти 10 поваров, из какого-то количества? Эти 10 поваров мы отбирали почти год. Они менялись, приходили, уходили, потому что изначально планировалось проведение фестиваля в Коломенском, на свежем воздухе, но вот из-за пандемии нам пришлось перейти в такие условия более замкнутые. А из какого количества регионов у вас? Есть регионы? Есть регионы, да. Спасибо. Причем каша у нас, каши, рецепты каш уникальны, уникальны. Начиная от рецептов из глубины реков, которые ребята сами находили в музеях, искали рецепты, до вот более современных каш. И в финале, в финале всего этого действия еще я вам представлю свою кашу. Любимую кашу Александра Невского, которую мы готовили на пирах. Как вы ее нашли? Много источников, то есть рецепта как такового нет. Там просто есть название этой каши, но я ее сделал как... Это ваш вариант, да? Да. Немножко с авторским уклоном. Я думаю, что все вы ее попробуете и оцените. А как она называется? Шовная каша с рыбой. То есть на нее можно не только посмотреть, но и попробовать? Ну я надеюсь, что все попробуют. Площадка национальная кухня. Это площадка в рамках фестиваля Русской области. Там есть разные площадки. Хоровое пеяние, лучшие народные исполнители. И вот одна из площадок это национальная кухня. В которой представлены лучшие гастрономические бренды. 10 регионов участвовали в этой номинации. Они показывали свои лучшие гастрономические изюминки региона. От якутской рыбы, строганины, до кирского пряди. От кирского принятого снега у нас есть чойское молоко. Оно ленировалось и другие другие. Но это можно посмотреть на сайте фестиваля. А вот шонная каша с рыбой. Да. Вы какую рыбу добавляете? А вот это пока секрет. Ага. Соответственно, рецепт, который был именно в тех... Он обещался кому-то. Он нигде не сохранился. Было только в сказаниях написано, что на перах подавали шонную кашу с рыбой. Как она выглядела, что вы мне добавляли, никто не знает. То есть, какая рыба была, вы знаете, по крайней мере, да? Скорее всего, ситрина. Ситрина, стерлица. Тогда была, наверное, самая такая ходовая рыба на царских скалах. Поэтому я использовал рыбу не менее известную, не менее популярную. Но какую, я пока не скажу. Секрет. Да. И у меня еще добавлены в рецепт моей каши, добавлены ряд таких современных изюминов. Валентина, а можете сказать, как вы пришли в эту профессию? Это ваше призвание? Самый вопрос. Да. Я пришел в профессию более 30 лет назад. О, так вот это интересно. Я пришел работать поваром в военном санатории. Где? В военном санатории Министерства обороны в городе Судак в Крыму. О. Вот. Ну и потихоньку, потихоньку меня занесли сюда. Сейчас я занимаюсь организацией кулинарных мероприятий, фестивалей, объединением шеф-поваров. Это единый кулак с целью создания и профсоюзного движения, и обучающих. То есть 30 лет вы этим занимаетесь? Да больше. А вот в фестивале «Русское поле» вы сколько? Первый год. Первый год, да? Вот фестиваль «Русское поле», площадка национальной кухни. Это была идея и задумка. Вот Ольги Владимировны, она за ним, это наш давний друг, был в ней в районном образе. И ваше впечатление вот сейчас, как участника первого года. Жарко. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы это проходило на больших площадях в разрезном воздухе. Вам уже из поваров кто-то, кому-то вы симпатизируете или подождете до финала? Я знаю всех, всех лично знаю. Поэтому никому подслуживать, подыгрывать не хочу. Вот кто из них сможет в таких условиях, можно сказать, жестких и тяжелых? То есть результат непредсказуемый? Нет. Может быть, даже тот, кто лучше всех подготовился, может где-то продолжаться. И знаю по своему опыту, мы проводили фестиваль с ледкой под шубой. Если вы, может быть, знаете, да, и мировой рекорд с ледкой под шубой – это наше детище. А вот во время того фестиваля участник, который опоздал на полчаса на битву, практически неподготовленный пришел, он победил, как ни странно. Ну, у человека вдохновение посетило. А сегодняшнее техническое обеспечение вас устраивает? Ну, вполне, вполне. То есть на нормальном уровне все? Конечно, в старину кашу готовили не так, но у нас нет возможности. не так быстро. И у нас каша 21 века. По старинным и крачному. А кого вы считаете лучшим поваром в деле? Есть такой у человека? Да, хороший вопрос. Это известный всем вопрос. Лучшим поваром, я считаю, покойного Коли Бакюза. И есть такой, можно сказать, наш российский аналог, аналог, может быть, конечно, неподходящий, Александр Николаевич Филин. Первый президент национальной гильзии шеф-поваров, недавно покинувший нас. То есть вот такие, например, как Гордон Роландзи, вы не воспринимаете, да? То есть это не то, что у вас шеф-повара. Это шеф-повара и шеф-мейны в своем роде. Но это при всем при этом богатые люди, которые своим трудом добились много чего. А именно шеф-повара, который посвящался, отдавал душу своей работе, душу своим блюдам. Вот я знаю, ну, хотя много их, много. Хотя там, в любви, это холодная, кухня горячая, универсал, кондитер, да? Шеф-повар, это лицо, человек, который замыкает все. Он должен уметь и холодное приготовить, и японские блюда, и десерты, и выпечку. Он должен все знать. Может быть, что-то поверхностное, но уметь это все. А учитывая, что вы уже 30 лет этим занимаетесь, аналог русского поля в мире, вы слышали что-нибудь? Есть подобное? Нет. Ну, русское поле, оно русское поле, оно одно. Я надеюсь, что в следующем году все-таки мы выйдем из этого, ну, такого состояния пандемии ужасного, да, и русское поле именно будет проходить как русское поле. Поле, где будет готовиться каша на кострах, коза нарах, с плясками, с песнями, с умами веселья. Ну, до этого, вроде, в Коломенске проводилось, насколько я помню. Вот так и было. Ну, и в этом году планировалось, но вот так. Ну, тем и интереснее, чем сложнее задача, тем интереснее результат. Субтитры сделал DimaTorzok